Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Небывалые залежи чистого спирта обнаружили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями в лесном массиве под Калинковичами. Объём найденного пищевого углеводорода составил 900 литров. Накануне праздника 8 марта оперативники АБЭП во взаимодействии с участковыми инспекторами Калинковичского РОВД обнаружили схрон контрафактной спиртосодержащей продукции. Тайник находился в лесном массиве в полутора километрах от одной из деревень Калинковичского района. Милиционерами изъято 90 полимерных канистр емкостью по 10 литров. В настоящее время спиртосодержащий контрафакт направлен на экспертизу. Сотрудники Калинковичского РОВД проводят проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств появления 900 литров спирта в лесном массиве. Испугалась собаки и выбежала на проезжую часть. В речице ребенка сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта. Собака набросилась на 11-летнюю девочку на перекрестке Чапаева-Калинина, когда та шла по тротуару. От испуга школьница внезапно выскочила на дорогу, где ее зацепил легковой автомобиль. После удара девочку обратно откинула на тротуар. Водитель автомобиля Volkswagen Golf решил наезд на ребенка, 11-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за напавшей на нее собаки. У пострадавших диагностировали закрытый перелом правой ноги, на теле рана от укуса на левом бедре, ссадины на лбу и правом предплечье. Девочка находится в больнице. В этот же день на больничную койку попал и житель деревни Китин Жлобинского района. Управляя мотоциклом марки Ява без мотошлема и не имея на это права, 32-летний парень деревни Щедрин съехал на обочину и врезался в дорожный знак. Мотоциклист получил черепно-мозговую травму и с сотрясением головного мозга был госпитализирован. Скорее всего, сигарета, выкуренная на кровати, послужила причиной пожара в деревне Липово Калинковического района, где погиб хозяин. Такой версии придерживаются спасатели Калинковического районного подразделения МЧС, выезжавшие вчера на ликвидацию пожара в квартире. По прибытию к месту вызова на втором этаже панального двухквартирного дома наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен обгоревший труп хозяина квартиры, который проживал один. Пожар ликвидировали. В результате повреждены три квадратных метра деревянного пола, посильные принадлежности и стены. Такая же печальная участь днем ранее постигла жителя деревни Салтаново Реческого района. В доме на полу в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего хозяина 1971 года рождения. Супруга к приезду МЧС находилась на улице. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество. В доме повреждены стены по всей площади. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. По обоим случаям проводятся проверки следственно-оперативными группами. Назначены экспертизы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.